Здравствуйте! В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели». Карачаево-Черкесия и её столица отметили на этой неделе день рождения. С праздником жителей республики поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот праздник объединяет все поколения жителей Карачаева-Черкесии. От столетних аксакалов до самых юных граждан. Общими усилиями год за годом мы меняем жизнь нашего региона к лучшему. Нам многое удается. Сегодня Карачаева-Черкесия – это активно развивающийся туризм, высокая инвестиционная привлекательность, крепкое сельское хозяйство, эффективная промышленность, передовая энергетика, активное строительство, современное здравоохранение, качественное образование и, конечно, яркая самобытная культура. А столица республики – Черкесск – это город, который преображается год от года, становится все более комфортным для жизни, ярким и современным. При этом не теряет своего очарования и уюта, бережно хранит памятники старины. Самая большая наша ценность – согласие и дружба многонационального народа нашей республики, объединенного общей целью – созидать, трудиться ради благополучия нашей общей любимой родины. В этот праздничный день желаю счастья, здоровья и удачи, процветания и благополучия каждому дому. В преддверии знаменательной даты председатель Народного собрания Александр Иванов почетными грамотами и наградами республиканского парламента отметил наиболее отличившихся в самых разных отраслях. В числе награжденных – педагоги, врачи, общественники, инженеры и законотворцы. Спикер парламента поблагодарил всех собравшихся за профессионализм и отметил, что они способствуют развитию и процветанию республики, укреплению дружбы между народами. К поздравлениям Александра Иванова присоединился первый вице-спикер Дагир Смакуев. Он также поблагодарил награждаемых и подчеркнул, что такие люди являются гордостью Карачаевой Черкесии. Сегодня Карачаево-Черкесия – это пример для всей России, как должны жить между собой и общаться, и дружить народы разных национальностей, разных конфессий. Еще раз всех вас хочу поздравить с праздником и разрешите выполнить приятную миссию, поблагодарить вас за то, что вы делаете. Очень люблю людей, помогать людям, люблю детей особенно. Нравится получать моральное удовлетворение своей работы. Пошла по стопам отца, который работает уже больше 40 лет в медицине, тоже известный доктор Гуков Мухаммедович. А я уже где-то больше 15 лет в профессии. Я счастлива, что я живу в этой республике. Очень, вы знаете, это как букет. Вот смотрите, какие разные цветы здесь, а в одном букете. Вот это же нормально, да? Красиво. Вот поэтому, я думаю, у нас живут исключительно красивые люди. Одним из значимых событий празднования Дней Карачаевой Черкесии и ее региональной столицы стало открытие обновленной каскадной лестницы в парк «Зеленый остров». Участие в торжественном мероприятии приняли представители органов исполнительной и законодательной власти. Танцы народа в Карачаево-Черкесии как символ единства людей, проживающих на этой земле. Далее участники праздника прошествовали по красивому и удобному спуску к главной достопримечательности города. В парке культуры и отдыха их ожидали увлекательные детские игры и представления. Было проложено около двух с половиной тысяч погонных метров проводов. Все расключено. Установлено 34 светильника пятирожковых, которые дают очень хороший свет в ночи. Также установлено около 250 грунтовых светильников на ступеньках и на площадках для того, чтобы максимально предотвратить свечение людям в глаза. Очень шикарный спуск, красиво очень сделали, молодцы. Стало еще намного лучше. Я думаю, вечером, когда включат подсветку, будет еще красивее. Ступеньки стали очень удобные, очень удобно спускаться, не скользить, ни за что не цепляются ноги. Все очень понравилось. Может, кто-то еще что-то скажет? Все очень удобно, спасибо большое. Сейчас реклама, после продолжим. Окунитесь в невероятный мир тайн и загадок. Цирковое представление «Загадка старой игрушки». Целый калейдоскоп артистов и животных. Сафари-аттракцион «Шоу иллюзий». Загадка старой игрушки. 16 сентября в Кисловодском цирке. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Современная хирургия катаракты и глаукомы в Клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полюсу ОМС. Ессентуки, Гоголя, 80. Внимание! С 19 по 23 сентября распродажа ивановского текстиля и трикотажа. Одеяло, подушки, матрасы, комплекты постельного белья, полотенца, халаты, ночные сорочки, пижамы, носки и многое другое по низким ценам. Черкесск, улица Горького, 8, Центр предпринимательства. Да здравствует учитель! Таков девиз 30-го юбилейного всероссийского фестиваля детских радиопрограмм «Птенец». Он посвящен году педагога и пройдет в Тюмени с 31 октября по 3 ноября 2023-го. Положение о творческом конкурсе юнкоры и их наставники найдут на сайте ГТРК «Регион Тюмень». Работы принимаются до 1 октября, так что поспешите расправить крылья. И да здравствует учитель! Участвуй в премии «Экология. Дело каждого». Скорее присылай научную или творческую работу на сайт экология-делокаждого.рф. Победителей ждут путевки на море, смартфоны, ноутбуки. Успей до первого октября! В рамках года развития промышленности в Карачаево-Черкесии запланировано и уже реализовано ряд значимых мероприятий для отрасли. Уже введены в эксплуатацию красногорские «Малые ГЭС-1» и «ГЭС-2». Запущена новая линия по производству гипсокартонных листов на Хабесском гипсовом забоде. Открыта швейная фабрика «Красный Восток». Глава Республики Решид Тимреза в своем телеграм-канале сообщил, что на очереди открытие новых производств. Это трикотажно-швейная фабрика «Гостекстиль», производственная мощность которой составит 2 миллиона изделий в год. Автоматическая линия по сортировке PET-бутылок ООО «Селена». Новая линия по производству пневмобаллонов мощностью 100 тысяч штук в год на заводе РТИ. И, как отметил глава Республики, каждое новое производство – это новые высокотехнологичные рабочие места, налоговые поступления в бюджет, укрепление промышленного сектора в структуре экономики региона. Радуют темпы. С января по июль текущего года Карачаево-Черкесия стала лидером по динамике индекса промышленного производства среди регионов СКФО. Сейчас на этапе реализации находятся еще несколько инвестпроектов в сфере промышленности. Также завершается работа над стратегией развития промышленного производства. Важным направлением является работа по наращиванию кадрового потенциала. По поручению Рашида Тимрезова в целях подготовки кадров под запросы отрасли синхронизировали свои учебные и производственные планы сразу три министерства экономики, промышленности и торговли, а также образования и науки. Теперь газ появится и в ауле Верхняя Тиберда. Газопровод в этот населенный пункт был проведен несколько лет назад. За последние два года по улицам были проложены порядка 10 километров уличных распределительных газопроводов. Мобильный офис компании «Газпром» газораспределения «Черкеск» позволяет жителям высокогорного аула, не выходя из дома, подать заявку на догазификацию. О том, как проходит процедура принятия заявки, узнал Алихан Лепшоков. Раньше в холода нам приходилось топить дома с помощью дров, но теперь мы надеемся, что газ придет в каждый дом, отмечают жители аула Верхняя Тиберда. За два года на улицах были установлены распределительные газопроводы, что позволит теперь людям к ним подключиться, чтобы в домовладение пошло тепло. Мобильный офис компании «Газпром» распределения «Черкеск» дал возможность жителям аула, не отходя от дома подать заявку на догазификацию. Догазификация, напомню, предполагает доведение газовой инфраструктуры до границ земельного участка. И до недавнего времени проведение работы внутри земельного участка было заботой абонента. На сегодняшний день в республике принято две меры поддержки, которые упрощают эту процедуру, в том числе финансово. Во-первых, это постановление номер 99 правительства Карачао-Черкесской республики, согласно которому абсолютно для всех заявителей подразумевается строительство газопровода от забора, от границы земельного участка до стены дома. Второй вид социальной поддержки предоставляется для 13 категорий льготных граждан. Это позволит жителям воспользоваться сосубсидированием для проведения газовнутрь домовладения, куда входит оплата необходимых материалов и газовоорудования. Жители с радостью уверяют, что работа мобильного офиса намного облегчила задачу в плане подачи заявки. Надоело уже, наверное, дровами топить газ. Все ждали газ. Сегодня подаем заявление. Очень благодарна, что газификация идет у нас в селе. Очень рады, что у нас приехали газпром и нас обрадовали, что они приехали, которые не могут ехать куда-то. Мы благодарны всем. Сотрудники компании «Газпром газораспределения Черкесск» подчеркивают, что каждый может подать заявку и для них будут построены распределительные газопроводы. До холодов осталось совсем недолго и поэтому жители аула Верхняя Тиберда ждут подачу газа с нетерпением. Прежде всего, по мере готовности абонентов и до конца октября мы планируем осуществить пуст газа в данный населенный пункт. И те жители, где еще не проложены газовые сети, могут подавать заявки. Распределительные газопроводы будут построены и также осуществлена дегазификация этих домовладений. Наряду с этим в соседнем городе-курорте Тиберда также ведется прием заявок на дегазификацию. Всего по улу Верхняя Тиберда была принята 21 заявка на дегазификацию. Важно отметить, что заявку также можно подать и электронно через сайты госуслуг и компании «Газпром» газораспределения Черкесск. Олег Ханепшоков, Олег Малхожев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. В Доме правительства прошло вручение удостоверения избранному депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва Султану Джешарбековичу Узденову. Председатель избиркома Карачаевой Черкесии Лариса Базалиева подвела черту под итогами выборов, отметив, что кампания прошла открыто, гласно и в соответствии с законодательством. Вручая удостоверения, она пожелала Султану Узденову успехов в работе на благо нашего региона и всей России. Житель Узджигуты Альберт Джатоев достойно защищает отчизну, находясь в зоне специальной военной операции. Совсем недавно он вернулся в родные края. Альберт Джатоев проходит военную службу по контракту. В гостях у бойца побывал и Алихан Лепшоков. Для матери возвращение родного сына из зоны СВО является особым событием. С особым переживанием Айша Джатоева провожала своих двух сыновей на спецоперацию, а сегодня она с гордостью и радостью встречает их. Сама она отмечает, что с пониманием отнеслась к сложившейся ситуации и поддерживать их выбранный путь. Молимся, переживаем, поддерживаем. Конечно, надо поддерживать, поддерживаем. Наша поддержка им сейчас силы дает. В эти дни в семье Джатоевых праздник. Погостить в родной дом приехал старший сын Альберт. Военнослужащий отмечает, что ни разу не пожалел о выбранном пути защитника Родины. Еще в 2016 году Альберт Джатоев проходил военную службу по контракту. А когда началась специальная военная операция, он не задумываясь, взяв автомат в руки, отправился в зону СВО. Это моя работа, я эту специальность выбрал. И рано или поздно, когда придет время, надо свой функционал выполнять. И я отцу объяснил. Отец был не против, он меня понял. Объяснил дома матери, успокоил. Находясь на передовой, Альберт Джатоев своими глазами увидел ту жестокость и несправедливость в отношении жителей Донбасса от украинских неонацистов. Он еще больше утвердился в правильности принятого им решения. И как истинный воин встал на защиту мирного населения. Чтобы вы понимали, даже к своим соотечественникам, то есть к старике, бабушке, у них отношение совсем другое. Когда ты это все видишь, к тебе приходит понимание, что это все неспроста, что реально есть проблема и реально надо эту проблему решать. Альберт Джатоев отмечает, что наблюдал, насколько может быть лживая западная пропаганда, когда многие преступления украинских неонацистов просто скрываются от глаз обычного обывателя. Но Альберт сам был свидетелем, как те же ракеты со стороны противника просто попадали в местонахождение обычных граждан. Какой-то населенный пункт. У нас выявление конкретной цели, осмотр, вот как мы работаем, осмотр, наблюдение, наблюдаем. И когда мы видим, что в зоне поражения нет никакого мирного населения, мы тогда уже начинаем работать. А у них нет такого, потому что у них все наоборот. То есть любой дом, который есть по улице, грубо говоря, они не смотрят, есть там военный или мирный, то есть они ложат все дома. Служба военнослужащего проходит непросто, а тем, кто ждет их дома, еще сложнее. Важно отметить, что по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова, семьям, находящихся в зоне СВО, оказывается всесторонняя помощь. Я был сам свидетелем. Недавно приходили люди, которые этим занимаются, спрашивали, что нам нужно, чем помочь, как помочь. Также участникам спецоперации отправляют гуманитарные грузы, собранные единым штабом под эгидой главы республики. Порой кажется, что как будто дома, потому что здесь женщины отправляют хычинов наших народных, а Иран отправляют. В этом плане огромное спасибо всем, кто нас поддерживает. Мы это ценим, мы это видим, знаем и благодарим вас за это. Особенно приятно читать военнослужащим письма детей, полученные вместе с гуманитарным грузом. В основном у нас, если у нас блиндаж, то эти письма мы развешиваем в блиндажах, на стенке. То есть смотрим, читаем, по возможности отвечаем каждому. А касаемо денежного довольства, сам Альберт Джаттоев отмечает, что он получает все положенные ему выплаты. На данный момент, насколько я знаю, минимальная зарплата, это чтобы у человека был рядовой, и у него была самая низкая тарифная сетка, он получает 204 и выше, ну не меньше. Безусловно, все наши солдаты сражаются не за денежные выплаты, а за мир и благополучие нашего государства. За наш братский народ, который там есть, и за свою безопасность, за безопасность нашей страны, потому что если мы не будем защищать безопасность там, то придется нам защищать ее тут. Альберт Джаттоев, как и многие наши ребята, которые находятся на передовой, выбрал доблестный путь. Это путь защиты нашего Отечества. И эту дорогу может выбрать каждый, кому не безразличны судьба России, заключив контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Алихан Лепшоков, Вести Карачаева, Черкесия. На этой неделе в Никольский собор Черкеска был доставлен ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Это сделано в рамках Всероссийского молебна о победе, который проходит с мая по сентябрь в ста городах нашей страны по благословению святейшего патриарха Московского и Всеаруси Кирилла. О том, как встречали мощи в Черкесске, расскажет Али Баташев. Ликованием колоколов и сердец верующих встретил Никольский собор ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. Процессия во главе с архиепископом пятигорским черкесским феофилактом торжественно внесла его в храм. Всех собравшихся здесь объединяло желание молитвенно обратиться к святому и поклониться его мощам. Образ воина на коне пронзающего змея – самое известное изображение Георгия Победоносца. Его имя объединяет в истории крупнейшие исторические победы нашей страны, считает руководитель общества «Царьград» в Карачаево-Черкесии Денис Труговцов. Георгий Победоносец – это очень почитаемый святой в России. И именно о таких событиях, которые мы страстно желаем, это победа, молиться нужно ему в первую очередь. И вот награды наши – ордена славы в советское время с георгиевской ленточкой, ордена георгиевских кавалеров четырех степеней, на них тоже георгиевская ленточка изображена. То есть вся наша история пронизана и проходит вместе с этим святым. Ковчег с мощами великомученика Георгия был доставлен в Никольский собор в рамках Всероссийского молебна о победе, который проходит с мая по сентябрь этого года в ста городах нашей страны по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Помолимся о том, чтобы наши воины-защитники, которые сегодня находятся на линии военного соприкосновения, оставались той живы и невредимы. О том, чтобы Господь даровал им крепость духа, чтобы Господь укрепил их в их деле, которое сегодня они совершают ради всех нас, ради великого наследия Великой Руси. Помолиться о победе и поклониться мощам святого верующие Карачаева Черкесии смогут до 19 часов 13 сентября. Затем ковчег с мощами будет доставлен в столицу Кабардино-Балкарии. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева Черкесия. Новая общественная организация объединит народ. В общественной палате Карачаева Черкесии провели учредительное собрание регионального отделения Международной общественной организации Всемирный Русский Народный Собор. Мероприятие проходило с участием заместителя председателя Всемирного Русского Народного Собора, председателя общества «Царьград» Константина Малафеева. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Международная общественная организация Всемирный Русский Народный Собор была создана в 1993 году по инициативе Русско-Православной Церкви для объединения всех неравнодушных верующих к настоящему и будущему России. От имени главы республики ко всем присутствующим обратился председатель Народного Собрания Карачаева Черкесии Александр Иванов. Всемирный Русский Народный Собор ведет работу по сохранению духовного и культурного наследия России, развитию социально-экономических сфер и, самое главное, способствует взаимодействию православной Церкви с традиционными религиями Российской Федерации и проповедует нравственные ценности, которые присущи этим религиям, берет профилактическую работу против идеологии нацизма и религиозного экстремизма. Собор является крупнейшим общественным форумом в нашей стране, в работах которого принимают участие представители традиционных конфессий России, руководители федеральных и региональных органов власти, деятели науки и культуры. Со словами поддержки обратился к адий Духовного управления мусульман Карачаева Черкесии Мурадби Хаджилайпанов и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Одной из важнейших целей форума является содействие культурному, социальному и экономическому возрождению России и русского народа, отметил заместитель патриарха Кирилла во Всемирном Русском Народном Соборе Константин Малафеев. В последние годы мы очень активно сотрудничаем со сплавным властем, сотрудничаем, собственно говоря, с администрацией президента и главой государства в том, чтобы предлагать стратегию будущего России. По основанию главы Собора, степейшего патриарха, Собор призван явиться центром интеллектуальной жизни страны для подготовки, проработки стратегии будущего России. Сопредседателями регионального отделения Всемирного Российского Народного Собора были избраны председатель Народного Собрания Карачаева-Черкесии Александр Иванов, председатель Общественной Палаты Республики Елена Лешова и архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Я очень благодарен главе нашей республики за такую активную позицию и за поддержку традиционных и религиозных конфессий, и, конечно же, наших национальных культур, титульных наций, которые проживают в нашей республике. Итогом собрания стало создание Карачаева-Черкесского отделения Международной общественной организации Всемирный Русский Народный Собор. Дарья Тендит, Мураджан Кёзов, Вести Карачаева-Черкесия. После в Никольском соборе состоялась встреча Константина Малафеева с семьей участника специальной военной операции, которая стала 500-тысячными участниками молебна о победе. На встрече было отмечено, чтобы одолеть внешнего врага, в первую очередь очень важно укрепиться духовно. Самое же главное в народном единстве – это единство в традиционных ценностях. Всех должен сплотить единый духовный порыв по поддержке сражающихся воинов и, конечно, к победе в сегодняшней священной войне с Богоборческим Западом. Жительница Тиберды, учитель географии Ирина Павловна Утякова, дочь именитого альпиниста, внучка известного предпринимателя Александра Утякова, который вместе с Исамом Крымшам Халавым открывал живописную Тиберду, сохранил уникальные документы и фотографии. Чтобы сохранить уникальное наследие, представители русского географического общества задумали проект. Какой, узнаем из репортажа Аллы Динаевой. Ценности альпинизма и его культурный код не могут быть потеряны и утрачены. И наше внимание приковано не столько к разрядам, званиям, соревнованиям, сколько к культурному наполнению этого понятия и к смыслу этих занятий, говорят представители РГО. Крачево-Черкесское отделение Русского географического общества совместно с Ленинградским начали работу, связанную с сохранением уникального наследия. Речь идет о проекте, связанном с сохранением совершенно уникального наследия, которое сберегла учительница географии Тиберды Ирина Павловна Утякова. Внучка Александра Утякова, который вместе с Крым Шамхаловым открывал для россиян вот эти благословенные места. Князя Ислама Крым Шамхалова и инженера-предпринимателя Александра Утякова связывали не только образованность и художественная одаренность, но и стремление переменить жизнь горного края, дать ему шанс развиваться. Думали они о том, как превратить Тиберду в известный курорт. Сама Ирина Павловна Утякова, она одна из первых членов географического общества в регионе. А ее отец Павел Александрович, он был первым членом географического общества в Карачаево-Черкесии. Мало того, Ирина Павловна, она посвятила свою жизнь географии. И в Тиберде нет такого человека, который бы мог дать более обширную картину географических объектов. Она была старшим инструктором в Дамбайе по альпинизму. Она провожала людей, она встречала их. Она даже хоронила альпинистов, которые не вернулись. Идея сохранить память тех, кто зарождал альпинизм в Тиберде, была давно. Ведь Карачаево-Черкесия является колыбелью альпинизма. С начала 30-х годов, вот здесь, в поселке Дамбай, он как бы зарождался. Здесь были открыты новые маршруты, траверсы всевозможные, покорены вершины. Многие достигли здесь высоких результатов. Потому что здесь практически встречаются вершины всех категорий трудностей. И сейчас вот возникла такая проблема. Архивные материалы, которые сохранились по альпинизму, начиная со дня его основания в Дамбайе. Восстановить, возобновить их демонстрацию, найти такое помещение. И в процессе проведения фестиваля, посвященного столетия альпинизму, как раз эта идея получила свою поддержку со стороны выдающихся спортсменов мирового уровня. И, конечно, мы сейчас с энтузиазмом возьмемся за эту работу. Сейчас мы формализуем идею проекта для представления ее на конкурс в РГО с целью получения поддержки и, возможно, гранта для обеспечения необходимых работ в этом направлении, говорят инициаторы проекта, который имеет огромное значение и для географии, и для истории, и для альпинизма. Дмитрий, расскажите, сколько времени нужно, чтобы его реализовать, какая помощь нужна и конечный результат какой должен быть? Ваше видение. Я вижу атрибутированную коллекцию, пригодную для архивного хранения, для экспозиции и для научных исследований. Необходимо перебрать все артефакты, все книжки, все фотографии, все предметы, которые хранятся у Ирины Павловны, зарегистрировать их и обязательно записать все комментарии хозяйки этого наследия в оригинальном виде. Дело в том, что любая редкая, старая, древняя вещь, она сама по себе ценна, конечно, но ее стоимость повышается кратно, когда к ней мы можем добавить легенду. Например, фотография. Ну, люди, ну, горы, ну, старая фотография. А когда мы знаем, кто на ней изображен, что это за место, в каких условиях сделан снимок, какая история ему предшествует или что было после. Это же очень интересная информация, которая питает и ученых, и фантазию тех, кто на это смотрит. Вот я считаю, что помимо описания коллекции, очень важно получить комментарии. Для этого, конечно, потребуется серия встреч с Ириной Павловной. И здорово будет, если к этой работе будут привлечены студенты местного университета. Помощь, прежде всего, нужна нам от местных властей. Поддержка местных властей для того, чтобы нам выделили помещение. Желательно в Тибердинском заповеднике. Там есть такой визит-центр, в котором половина залов и помещений пустуют. И вот хотелось бы, чтобы для географического общества было выделено помещение и экспозиционный зал, для того, чтобы мы могли демонстрировать и альпинизм, и горные породы, геологические породы для опознавательных целей в области геологии, географии. И могли там демонстрировать выставки, посвященные горам. Работа над проектом только начинается, а когда он реализуется, в Тиберде появится уникальный музей по истории зарождения альпинизма, туризма. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Кращево-Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова